Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. Номер 132. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы 21 апреля 2016 года. Просчитаем теперь. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Он отрекся от престола, от него люди отреклись. Но если бы кто-то показал им, какой будет гулаг, издевательство, 100 миллионов человек, убийцы, бандиты, грабители, как Джугашвили, придут и править будут, что за этим последует-то, что бы он делал? А у царя-то началось с чего? Измена-то он изменил первый, он-то изменник-то, изменил заповедем Божьим. Не убей. Повел войска. Куда? Война-то шла не на российской территории-то. Империю рушится вначале. Конечно, у Бога все запрограммировано, но ему говорил Григорий Ефимович Распутин, папа, не начинай войны, сгоришь ты и весь дом твой. Война. Вот это он не послушался. Ивана Кроштадского уже не было, он в 10-м году умер. Ну и дальше-то пошло и пошло. Даже не знаю, точно сказал, в 10-м или в 8-м он году умер там уже. Вот так. Ну и дальше, что я не бываю нигде. У нас страницы открыты в ВКонтакте, Одноклассниках и везде. Ну а оттуда мотораторы все это перетаскивают сюда. Сами приходите на наш форум и ставьте вопросы. Вот оно. Ну и дальше объявление, чтобы хотя бы какие-то определенные темы, вот вопросы-ответы утренние, краткое содержание дать. Считайте, что написано здесь. Вот так. Время-то нет у нас совсем. Вот так. И вот о нашем сайте так никто до конца не помог сделать, чтобы в готовом виде перевести вот в эти форматы наши книги. Вот оно где. Ну и что у нас идут занятия. Сейчас, я не знаю, летом будут, нет они идти, но пока еще идут. Сегодня как раз будут. Заранее нужно приходить, на Сергея выходить, и чтобы он включил вас туда. Ну и вот какие, немножко то, что пришло за день. Считай. Дмитрий Греция. Добрый вечер, дядя Игнатий. Будьте любезны, скажите, есть ли у вас проповедь о том, что Иисус был не просто сыном Бога, но сам Бог? Многократно. Беседе с еретиками, с так называемыми свидетелями Иеговы. Мне уже одно и то же сделают замещание. Вы отвечаете одно и то же. Ну куда я буду отсылать? Ну маленько-то сами-то шевелите руками-то. Ну нельзя так. Прямо десятки раз одно и то же. Ну рядом ролик-то, открой, вот к ней, там же есть все. Сказано, выбраны все места. Доказано. Ну и вот дальше. Тут очень интересный момент. Сейчас я покажу, что. Какие у нас есть ресурсы. Вот сразу покажу. Это в моем мире. У меня несколько листов. В одном вот я просто стою. А в одном с голубями. Голубь. Так вот на этот заходите. Тут обратно можно писать прямо. Ну видите, как просто. Зарегистрируйтесь только. А заведите страницу. А то спрашивают там про книги. Тут легко общаться. Я скидываю все данные в один момент. И все, что мы ставим на нашем видеоканале, я стараюсь перенести сюда. Видите, сколько фотографий. 18 тысяч 900. Видео сколько? 3 тысячи 58. Видите, сколько? Ну 3 тысячи только наших роликов. А их 4 тысячи 300 примерно. Вот заходите сюда. Это я сегодня которые вставил. Их надо уже можно убрать. Они уже переставлены были. Кроме того, у нас форум есть. А кроме того, есть у нас и еще. Это еще я форум показал. У нас есть еще и сайт. Во свете Библии. Из всего, что у нас есть, что-то как-то люди могут создать еще. Но есть то, что не создается никогда. Думаю, что и никогда не составят. Так, мысли такие. Это вопросы и ответы. Чтобы такие ответы дать. На основании полной Библии. 77 книг. На основании всех канонов. В одном вопросе ответы дать. На основании святых отцов. На основании всех канонов. Книги правил. И жития святых. Четыре параметра. Библия. Каноны. Толкование святых отцов. И жития святых. Сектанты ни один не ответит. Они это не знают. Священники-то они вообще почти меньше сектантов знают даже. Писание не знают. Это я вел занятия в университетах. Во всех отделах милиции. Воинских частях. Три радиопрограммы. В школах. И бумажки сохранились. И тогда вот это сделал. Вот эти все вопросы и ответы в моих книгах. Открытым оком. 33 тома. 30 в бумажном варианте. И они все здесь вот стоят. Вот все книги. Показываю где. Все книги и издания. Вот сюда. Ну и вот эти вопросы и ответы. Они разбиты. Видите как. На 55 папок. Тема какая. Литература. Крещение. Коммунизм. Канонизация. Молитва. Монашество. И стали просить. Говорят они у вас стоят. И тут кто знает. Надо это сделать в видео. Сегодня люди только видео смотрят. Даже аудио плохо смотрят. Ну и с сегодняшнего дня. А сегодня у нас если не ошибаюсь. Уже 22 апреля. 2016 года. Вот мы с братом Никитой. Никитой Андреевич Колесников. Начнем. Первая тема. Бесы и колдовство. Б. Потом будет Библия. Богослужение. Тут не надо говорить. А почему бесы? Пал Файту стоит. Сегодня значит. Если бесполезно. Бесполезно. Ну где пишется Б. Это бес. Это бес впереди. Вот как дурачок какой-то. Как дурдом какой-то. Но это грамматика. Никакого отношения к бесам-то не имеет. Бесполезно. Все. Бес толку нельзя писать. Нужно справиться. Без толку. Ну разберитесь в грамматике-то. Вам же везде двойки будут ставить-то. А это виноват Ленин. Ну виноват-то что только в грамматике. В грамматике беса-то тут нету. Бес в башке сидит. В сердце. От слова то, что он напишет. Ну как в Англии везде там есть, говорят, 13-го. 13-й квартиры нету. 12-й сразу 14-й. Цифры 13 боятся. А почему? Считают. Чертова цифра. А почему? А потому что буква М у них в алфаете стоит на 13-м месте. А буква М означает в мартале смерть. Смерти боятся. Да смерти разве можно бояться? Она побеждена Христом. Неверующая. 13-й номер они везде уничтожают. Прямо везде. Его нету. Как будто нету. У православных 66. В странице 66, так как же умирает. А вот там где-то какая-то кривая в паспорте, что-то наверчено. 66. 66 этот Авель Семенов разъезжает. Люди паспорта бросают, мучаются. А сам заезжает, скрывается, пьет и ест в домах, у которых люди-то с документами, а же они иначе как бы дом-то имели. Я давно знаком с этими лиходеями. Сколько они зла наделали. Ничего не надо, только паспорт не имей. Откажись от пенсии, ты в раю. Вообще ничего не делают. Ни писания не знают. Лиходеи. И вот здесь мы сегодня это начинаем. Название первое такое будет. Как назвать? Просьба. Вопросы вот эти будут. Вопросы будет. Но впереди сколько слов будет. Как их поставить? Эти слова. И вот по поводу вопросов. Уже сегодня поступил первый вопрос. Ответ. Читай. По поводу вопросов. Лучше всего каждый вопрос отдельно записывать. Отдельно. Оно не появится большие и маленькие ответы. Дальше. Потом, как вы скажете, можно соединить их. Это проще, чем разъединять. Вот так. А отдельные вопросы сделать отдельный канал на YouTube. Что-нибудь как вопросы и ответы в свете Библии с ИТЛ. Будет и крупными файлами на основном канале и отдельно по вопросам на параллельном. Ну, ИТЛ понятно, что такое обо мне. Что такое ИТЛ? Я почему обращаю внимание на это? Потому что это очень распространенное было. Что? Исправительно-трудовые лагеря. Вот понимаете как? Вот ИГИЛ. Посмотрим. Я посмотрел ИГИЛ. Игнать ИГИЛ. Игнать Илапкин. ИГИЛ. Оно как бы... Ну, так получается. Вот так. Ну, вот по этому теме, по вопросам-ответам. Они все вопросы из моих книг. И людям говорили, ну, мне надо вопрос, а как его мать? Ну, по темам бы. Я говорю, умру, кто-то займется, сделает. Не умер и никто не сделал. Пришлось самому 33 тома заново пролопачивать. И вот если мы заглянем сюда, просто показать, как это выглядит. Вопросы и ответы. Ну, избери какой-нибудь ты сейчас. Ну, грех одиннадцатый. Грех? Да. Одиннадцатый. Грех. Вот его нажал. А вот теперь вопросы и ответы. Как начинается? Вопрос номер его и в каком томе в книге? Избери любой. Ну, вот. Вопрос 873, второй том. Как вести себя? Это мы и договаривались. Мы с Никитой так. Вот ответ. Что оно означает? Как себя вести, когда видишь, что у других вырезает кошелек, а ты стоишь рядом? И страшно, и совестно за свою бездеятельность. Ну, вот ответ. Какой ответ дадите? Вы спросите тех, которые дают ответы, там, по три, по четыре минуты. Ну, самые известные, которые священники. Как они дают ответы? Он говорит. И человек отошел, он ничего не знает. Моя задача привязать его к Слову Божию. Чтобы они пришли ко Христу. С водекурсивом жирным. Курсив – это наклонная буква. И жирно. Это означает из Святой Библии. Беру из житий святых много. Ну, какой ответ смотря? Из канонов. Что я отвечаю? Давай один ответ посмотрим. Ответ. Смотря по тому, кто задал этот вопрос. Каждому свой рецепт. И на каждый раз новый. То есть, это я в университете, за кафедрой стою и отвечал. Здесь должен быть опыт, молитва и сила. Опыт. Молитва. Разбавляет все. Выстречивает. И сила. Мой дом был вхож один из бывших карманников. После того, как он принял крещение. Да. Мне приходилось сидеть с ними в одной камере. Это опыт. Опыт жизни. И я знаю их повадки. Советую, не вмешивайтесь. Пусть каждый заботится о своем кармане сам. Как говорил всесоюзный староста, всесоюзный лицемер Калинин. Михаил Иванович. Здоровье трудящихся, дело самих трудящихся. Ну, понятно. А кто тебе будет говорить? А у меня болит. Ну, болит, да иди к врачу. Дитя не плащет, мать не разумеет. И дальше. За всеми чужими карманами не усмотришь. К данным ситуациям добавляет представление, что тебя в данный момент здесь нет. И ты не лишился глаз и доедешь до дому. Есть брошюры с советами, как уберечься от карманников, квартирных воров. Наружный карман тебе не принадлежит и так далее. Не принадлежит. Документы куда-то ложи здесь и руку так прижми и держи все время. Деньги там где-то. Много не бери, но чтобы было здесь. Не наружный карман, но наружный карман. Я говорю, зачем ты ложишь? Да еще на заднице пришили карман. Никогда у русского человека там не было. Паспорт и торчит. Я говорю, зачем? Ну а что? Доехал до вокзала, обокрали деньги, паспорт вытащили. А что теперь делать? Бомжевать, пешком идти. А приехал откуда? Из Казахстана. Ну я тебе еще могу сказать? Я тебе предупредил заранее, видел, что ты лопоухий. Ну теперь, ну и что дальше-то? Два раза дорогой обокрали. Мне 76 лет, по милости Божьей. Ни один кворк ко мне в карман не залез. Он полез, я его руку держу. Я его за руку сразу взял. Я говорю, зачем ты делаешь это? У меня денег и так нету, а ты еще лезешь. Совсем у меня не будет. Смотрю на него в глаза. Он здоровый, крепкий в автобусе-то. Я говорю, я еду в будильник покупать, чтобы не проспать утром. Я пока ехал, я ему сколько всего рассказал. И дальше стал говорить. Какая у нас семья, отец инвалид войны, нас десятеро. У нас денег нет, мы работаем, но ничего нет. Это еще я в техникуме учился. А дальше уже, что я мог сказать? О Боге-то ничего не сказал. О Боге я не знал ничего, кроме того, что Бог есть, и нельзя то и другое делать. И все, дальше. Лично я задерживал таковых несколько раз. И даже сдавал в милицию. Вот это вопрос, опыт. Сила и опыт. Я очень спортивный был, и было такое. А если никак? А он увязался? А нас несколько человек, наши девчата понравились или что-то. А у меня вся милиция знакома. Вся милиция в городе, может в крае даже. Я вперед, я говорю, вы идите за мной, не сворачивайте. Впереди милиция. Я пошел вперед. Я забегаю. А он за ними не отстает, еще пристает, молодой парень. Я в милицию забежал, так ребята, к нам пристало денег. А к ним милиционер-то выскочил, он увидел, бежает. А тут сразу его догнали, там, спортивно. Скрутили его, готово дело. Все. Пошли дальше. Следующее. Давай. Как правило, православные бабушки сразу же заступаются за них. А ты ради них рискуешь жизнью. Понятно. Он лезет и берет, прямо, спрашивает, а вон то там что. А продавщица полезла там под прилавок, а другой в это время раз и в карман. Я его за руку, соп. Ребятишки-то. Что ж ты делаешь? А бабка стоит, да что вы делаете? Это, ну, это еще молодые, они такие, да разве это можно, то другое. То есть ему можно, а мне ее нельзя. В трамвае заступался. И бабка, которую обкрадывает, она первая на тебя бросится. Это племя очень нехорошее, вот это старое. Они же жалостливые, они не знают, кого жалеть. Дальше. Если же едут несколько олимпийских чемпионов, то их поведение может отличаться от стандартного. Это тоже описано в литературе как пособие на непредвиденный случай домушникам. Главное, чтобы никогда ничего не покупать ворованного. На чем лежит печать чужих страданий, крови и слез. О! А то дешево продает, заходит, там все. Только что своровали. Приходит, что, так это моё, да я купил. Купил, заплатив четверо. Ворованное. Дальше. Сулон 49. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Ты это делал? И я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. И заблечу тебя и представлю при глаза твои грехи твои. Воры Царствия Божия не наследуют. Поэтому и смотреть на них нужно, как на адской отродье. Понятно. У меня было такие, что люди обращались к Богу. Это я, к примеру, показал. Я прошу, как только это прослушаете, сразу дайте совет. Как нам назвать эту тему? Как занятие в Потеряевке. И здесь тоже будет. А впереди будет поставлена тема по какой-то Библии. И по Библии первый номер, второй, третий, пока незаконно. Вот я толкнул Библию. Вот они пошли. Вопросы и ответы. О. Здесь вопросов сколько? Всё. Вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Мы с Никитой будем засчитывать. С сегодняшнего дня начинаем. Ну, что это не два ролика будет. Почему? Вопросов 4124. Думаю, что будет не меньше трёх тысяч новых роликов. Вопросы и ответы очень непростые. Вот они, какие темы здесь. Здесь и политика, тут русский язык, священство, семья, смерть, спорт, старообрящиеся суды и Христос есть Бог. Вот где, кто спрашивал-то. Заходи и смотри. Христос Бог. Вот как раз всё здесь есть. Повторяю, с сегодняшнего дня, сейчас сразу после этого ролика. Пойдём дальше. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович, братьям Никите и Володе. Алексей Ильич Осипов говорит о таинствах. Вот она как где, о таинствах. Осипов говорит. Понимаю, что вы вряд ли будете слушать. Кстати, Осипова лучше слушать, чем смотреть на него. А я как раз и послушал. Но он говорит тоже, что и вы о таинствах, и о причастии, и о священстве, и о соборовании. Всё правильно говорит. Добавить больше ваших эмоциональных акцентов, горячности в речи. В речи. Ну почему не в речи? В речи. В речи. В речи. Можно сказать, единомыслие в этом вопросе полное. То есть я ему посылал когда-то материалы, которые готовились к кисленому православию. И получил положительный отзыв на все материалы. А от Осипова у меня отрицательно ничего не было. Но его я могу сказать, где неправильно он делает. Тем более уже осуждено там пять вопросов. Самое главное, не нравится его вид. Бритый почти 80 лет и масонский галстук. Как он может говорить о масонах, когда сам может масон? Кем он был? Был стукачем. При советской власти быть профессором. Ну понимаете, что это такое? Даже при одном намеке, что меня рукополагать, соглашались и узнавали, что я в другой епархии. Совершенно там три слова так вот все. Да вы что говорите? Близко не подпускать. Вот и все. Потом я разговаривал по телефону с ним. Дальше. Это она. Я у меня близкого священника был. И дочка вышла за его племянника. Племянник Осипова. Я посмотрел никакой. Совершенно никакой. В молодом возрасте с изобильным весом, избыточным, как говорят. Совершенно безразлично. Отслужил, отмахал. Я ни разу на службе не был, но судя по поведению. Я разговариваю, беседую, и никакой реакции на это нет. Совершенно. Вот тебе и племянник. При чем тут племянник-то? Мы все по Адаму, братья. Дальше. Что тебе до того? Ты иди за мною. 11.04. Содержательная, интересная беседа. Слушал сегодня вас, Игнатий Тихонович, и вдруг такой вопрос возник. Бог говорит. Это название ролика «Что тебе до того? Иди за мною». Дальше. Это как раз «Иди за мною». Это с Ветером Александром оказалось в Санкт-Петербурге и как-то связан с миссионерским отделом, мне сказали. Я не знал это. Это обязательно длинные волосы отпускают они что-то такое. И дальше такое хамство, мгновенно дерзость открывается. Я сразу чувствовал, что что-то там не так-то. А потом только сказал, говорю, не могу сегодня отвечать. Мгновенно вспыхнул и пошел. Разница в 53 года у нас. Они на что не смотрят. Хамье. Это что здесь? Миссионерский отдел. Это самое гибельное место в России. Это имитация сатаны под Христа. Под видом Христа приходит. Принимает вид Ангела Света. Почему? Можно создавать организации, нужных, кооперативная торговля, все. Но миссионерские отделы не могут быть. Это подделка сатаны под Духа Святого. Это как Дух Святой. Для того, чтобы быть миссионером, надо ставить задачу, обратить. А обратить человека нужны тысячи талантов. Они совершенно бесталантные. Если есть таланты, он учился, академия, мирское образование, высшее. Он знает, как составить речь. Это мертвое все. Мертвое. Тысячи талантов. А чтобы крестить готово, Златоуст говорит, ни одного не надо таланта. Какие тысячи талантов? Он нигде не видит. Грубое. Подыскивается все время. У них все враги. А почему? Заместители дьявола, я его по-другому не назову, Дворкина. Они под ним все находятся. Это задача Америки разрушить единство людей. И он 30-10 лет здесь эту пакость делает. Всех натравливает друг на друга. А если миссионерские отделы, там кришнаиты, они против них, властям жалуются, могут средизимы выкинуть на улицу, что угодно делают. Это в мыслях даже нельзя вообразить, что они творят. Это все миссионерские отделы. Это особый Д миссионерские отделы. И вот в этом как раз и было. Что дальше? Слушал сегодня вас Игнатий Тихонович, и вдруг такой вопрос возник. Бог говорит, я бодрствую на слово моим, Еремея 1.12. Однако мы знаем, что два послания апостола Павла были утеряны и не вошли в библейский канон. Ну какие? К Ладийкисам, он Павел пишет, Колостинам. И первое послание к Коринфянам. Потерялись, их нету. А может быть их 10 потерялось, но не упоминается. В Ветхом Завете упоминается где-то, кажется, 14 книг. Они упоминаются, а их нигде нету. Там Деяния царей, там Апокалипсис Исаии. Дальше. Как в Ветхом Завете божественных слов это совместить? Или это была воля Божья? Ну конечно, воля Божья была. Дальше. Ответ. Если вера отслышания слов Божия, Римлянам 10.17, и она рождает чад церкви, то есть полноту спасенных, то как тогда в Ветхом Завете Библии будет выглядеть то, что церковь тела Христова уменьшится до считанных единиц? Быть может в годину искушения, в эти мрачные 3,5 года при Антихристе? Да эти как, я отвечаю. Мой ответ. Если останется лишь малый остаток, но это все равно церковь и его. Им же и хранимая в числе малого стада. И не уменьшилась она, ибо, видимо, ее часть находится уже перед Богом в вечности и в целости. То есть люди не видят. И говорят, их мало, а где же тогда церковь-то? Но она церковь осталась. Так, святитель Иоанн Златоуст толкует положение дел у Иова многострадального, когда испытания закончились, и Бог у него все отнятое увеличил вдвое Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Вот что было у него? Одна дача, две дачи. Одна машина была, две машины. Вот все вдвое, 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 вдвое. Но? А как же детей стало снова десять, а не вдвое больше? Да. Дело в том, что дети, те дети его не погибли душами, и они были у Бога. И потому теперь с теми раздавленными у него же их стало в два раза больше, в двадцать. Ибо у Бога все живы. Понятно как? Так и с утерянными книгами, посланиями. Они живы пред Богом. И если останется даже всего одна книга, или одна глава, ну и над этой главой Бог бодрствует, оживотворяет ее, и словой это его будет живо и действенно. И потому времени, достаточным для спасения остатка. Юрий отвечает. У меня нет слова, Гнатий Тихонович. Перечитал глазами и умом несколько раз. Это настолько удивительный ответ. Насколько же и простой. Да кто бы так ответил? Видите, он говорит, да кто бы так ответил? Человек преподает в Академии Мирской, Красноярске, в университете, ведет занятия групп особых. Групп особых, ну, какие там, подготовка к крещению или как. И ответ для него, он оценил его, как. Вот это, миссионеры-то, которые называются, они ничего этого не могут сделать. А кто это задал? Да их хватит. Да чего это нужно? Я знаю, грубейшие люди набираются туда, мрачные, как правило, мрачные. Друг друга поддержат. По отдельности встретишься, смотришь, он больной. Я стараюсь с такими не разговаривать. Я где-то одно слово сказал, потихоньку, потихоньку, чтобы не укусил. Ну, бесполезно. И стоит на своем, он может быть. То есть самые простые вещи не понимают. Они могут даже против архипелага ГУЛАГ идти из Солженицына. Даже лучший из лучших историков, это Резун. Виктор, Виктор Суворов, он подписывается. Все разложил, уже все историки согласились. И вот они будут против. Почему? Мозги помраченные. Почему? Потому что это все идет от глубин патриархии. Сталинско-берийский дух. Я все это исследовал и нашел откуда. И не могут они быть другими. Не могут. А что нужно делать? Раскаяться, что был в этом отделе мерзости. По-другому не назовешь. И тогда моли Бога, чтобы Бог дал таланты потихоньку где-то. Ходить не одному надо вдвоем. Христос послал подвоем. А им нужно, чтобы было над ними кто-то старший. И он что-то знает. Вот как каноническая территория. Ложь. Никакой территории нет. Идите по всему миру. Чего вы делите-то? Если это твоя территория, а рядом дома безбожных, тебя спросить надо за это, бракодел. А он нет, он сидит, он на карте нарисовали это. Я буду над этим, а то ты. Если евреи это делают, значит он делает. Вот они разделили, допустим, Чубайса отдать с первой электрики. Этому дать-то. Дерипаски одно. Другому отдать другое. То есть они знают где, что отдать Березовскому, вас там какой. И они понимают, это деньги его. Это его каноническая территория. Он тут никого не позволит. Между собой будут сражаться. Сорвиноваться, кто больше ограбит в Израиль, переправит. То есть они работают. Даже в этом направлении. А здесь никакой работы-то нет. Нету сеятели зла. Наивысшие сеятели зла против православия мистенерские отделы. Они всех людей делают врагами. Баптисты тут какой-то кукольный театр образовали. Ну, такие ставят пьесы. Я не видел, но знакомый говорит. Восстали против них. Да какое тебе дело-то до них-то? Ну пусть они куклы ставят-то. Никому они не мешают. Что-то там сказали где-то. А кому он принадлежит? А кто где? Злодейство. Наивысшее злодейство какое? Есть это миссионерские отделы. Просто надо молиться, чтобы Бог все это развалил и убрал. Чтобы началось пробуждение Духом Святым. И чтобы настоящие были миссионеры в православии, в московской патриархии. Их нету. Это понимал. У нас Антоний был, ездил. Он говорит, у меня ни одного миссионера нет на епархии. Он это понимал. Масендич. Дальше. Так, так. Ах, дивна благодать Божья в своей премудрости. Поклон вам крепко обнимаю. Спаси Христос. Вспомнились по следам вашего ответа известные выражения по латыни. Deus conservat omnia. Бог хранит все. И еще в ту же тему Исаия. По множеству. Могущество и великой силе у него ничто не выбывает. Вот так. Время веры познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Вот слово видимого. Веки. Пусть переведут. Что такое? Люди говорят, существует ли иная внеземная цивилизация. Я пишу это об этом. Веки сотворил. Веки нельзя творить. Это переводчики ничего не могли сказать. Веки. Так, я там все говорю приблизительно, чтобы не цеплялись знатоки этого слова-то. И сотворил из невидимого. Веки устроены Словом Божьим. Ну пусть объяснят, что такое. Это ангел, архангел, херувим и серафим. А летающие тарелки, демоны. Демоны. Все НЛО это демоны. Как один есть такой царионов. Он назвал НТО. Я его сразу перевел. Там НЛО, а это НТО. Это означает неопознанный темный объект. И сразу он заглох. Надо увидеть это дело. На меня двое насели. ДЕЙ, ДЕЙ. Я сразу распределил. ДЕЙ, 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 ДЕЙ. Я говорю, ДЕЙ, 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 ДЕЙ. И они сразу скинулись. Даже свои фамилии стали ставить. Надо маленько быть прозрительным. Ну и дальше. Давай посмотрим, что у нас тут на нашем форуме. На нашем форуме. Вот. Что тут такое? Владимир В. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Низкий вам поклон за труды. Многих вам лет и крепости. На форуме, в роликах не нашел ответа на вопрос. Слышал такое утверждение, что верующему царю запрещено управлять иноверцами. Так, обождите. Слышали. Ну покажите, где. Я тоже говорил об этом. Но надо так, чтобы они его приняли. Ну сейчас давайте. Православный царь. Он не может открывать там пагоды разные, мечети. Его за это сразу отлучать надо. А они именно так и делать должны. Вот он президент, он самую большую мечеть открыл в Москве. Почему? Потому что эти люди входят в состав Российской Федерации. Он отец для всех. И предпочтение православным президент не имеет права отдавать. Он должен быть как любящий отец для всех одинаковый. А это нельзя. То есть в гражданском плане это необходимо, в религиозном это невозможно. Ты предатель делаешься, иуда, изменник сразу же. Ну не может же мусульманин, который понимает по-настоящему, что только по Корану спасаться, признать Библию Священного Писания. Показывает, кто Библию листал, у них там где-то в Тунисе, где-то вот так вот лапшой изрезаны пальцы и насыпан туда, чтобы не срастало себя. Вешают, убивают, распинают. Вот они понимают правильно. Они понимают. Уничтожат всех до одного. То есть все правильно делают. Они по согласно своей священной книге. Но у нас-то по-другому. Поэтому не может быть он для них истинным. Они его, они не могут принять. То есть а бы как? Лишь бы дать им свободу, чтобы делали как царь. Это единственный выход, как царь Николай делал. Всем свобода. Пусть они строят, делают. И никакой ревности о спасении нет. А если я знаю, что это все заблуждение, то я обязан говорить, как православный. Вот тут миссионеры нужны. И дальше. Сам вопрос. Есть ли запрет по Святой Библии правителю, верующими в единого Бога, согласно Писанию, управлять другими племенами и народами, не верующими в Бога, язычниками и иноверцами? Можно, но они не примут это. Ты должен, можно управлять, перевести их в Царство Небесное. Я про это и говорю. Ты можешь управлять ими, но будут ли они тебя слушаться? А дальше ты что, войска против них? Ну они приняли, пришли, надавили там какие-то индейские племена. Все, пожгли, идолов ничего нет. И вдруг говорят, а они, говорит, идолов-то спрятали некоторых. А теперь опять поклоняются. Да вы что? Немедленно туда экспедицию, и всех в деревне, до малого ребенка, всех выстрелили, убили. И все, кончилось. Вот, Индиго, кажется, или как там называется, как это на конях-то, Володя? Идальга. А? Идальга. Идальга. Посмотрите Идальга. Фильм. Зарядите Идальга. Что они делают там, католики? Им ли нас их учить? Вот у православных правильно было свидетельство. Ехали, миссионерствовали, как Иннокентий Вениаминов по северу, Николай Японский. Вот это миссионеры. Миссионеры настоящие. Вот это Стефан Пермский, Макарий Алтайский, Глухарев, Арихимандрит. Их всего 4 или 5 за тысячу лет было. Вот миссионеры. Вот миссионерские. А делов никаких не было. Он поехал один и с ним провожатый. Дальше. Все? Все. Все, дальше. Симон или Симон. Да. Десятое. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества, откровения. Так, я Иоанн видел и слышал сие, когда же услышал и увидел пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебя и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. Я не пойму, это вопрос ко мне или что, или с кем-то он переговаривается. Если с этим, то это понятно, это чисто сектантские доводы. Но он говорит по Писанию, тут ничего сектантского нету. Петр, поклонись, поклонился он Петру-то, Корнилий там пришел, ну и не было принято. Почему? Петр отвечает, я тоже человек, он поклонился как Богу, не как человеку. А если нельзя человеку кланяться, тогда вся Библия на этом построена, как мать Соломона поклонилась ему, сыны пророческие Елисея поклонились ему, и ангелам везде кланялись, и Гидеон поклонился везде. Тогда вот это вот неразбериха будет, несоответствие. Ангелу можно кланяться, человеку можно кланяться. А как же в откровении ангел сказал? Потому что в виде ангела являлся сам Господь, Христос. И он поклонился, он-то знает внутренний его мир, понимает, что он видит в нем Бога. Так а разве Корнилий видел в Петре, в апостоле Бога? Да, именно так. А зачем он говорит, я тоже человек? Я человек, а ты кланяешься как к Богу. Так а разве человека можно за Бога? Язычники очень легко принимали. И когда увидели, что Павел там исцелил кого-то, все, жертву, быка потащили. Павел разобрал одежду, силой бросились. Не делайте это, мы тоже человеки, а не как к Богу. Или вот на острове Мелитии, Хидна, он стряхнул, язычники сразу, это Бог. Понимаете, как все у них было? И поэтому внутренний мир они знали. А разве можно знать, с каким намерением? Конечно. Когда они пришли, Петр спрашивает, за столько ли продали, а на нестопил. То есть они знают внутренний мир человека. Кланяться можно, можно. Мы это православно и делаем. Мы кланяемся на молитве, прощаясь друг с другом. Можем земной поклон прощенного делаем. А сектанты, что такое секта? Узов, взгляды на истину. Одно место противоречит другому, а им не надо. Когда вот написано в 20 главе исход, не делай изображение. Все, не делай, не делай. Ну, не делай-то не делай. Но в 25 главе это написано, сделай, совмести. 25, так это Ветхий Завет. Ну, а 20, это еще раньше было. То есть совершенно неразумное. Ну, а как тогда? Я говорю, очень просто. Христос ходил в храм? Ну, как же не ходил? Он говорит, дом мой. Вы это верите? Ну, конечно. Он говорит, дом мой. Почему он не назвал капище? Да, как раз, и можно так. Ну, и то, и другое. Что там? А кто его строил? Соломон. То есть ничего не знает. Соломонов храм на выходе Ностор разрушил. Это храм Зававелев. А какое устройство? Из Икиилия, 41, 17. Храм тот этот был, в который Христос пришел, весь в иконах был. Изображение это икон. От пола до потолка, внутри и снаружи. Ну, и что? А в Ветхом Завете? Да как в Ветхом Завете-то? В 22 главе Деяния апостола Дух Святой сошел. А в 3 уже Иоанн и Петр шли в час молитвы 9 в храм. Совершенно не знает писания. Сектанты знают писание только где, что написано. И иногда, и то чисто выборочные места. Они не знают писания. Так и здесь. Кланяться нельзя с намерением признания того, кому кланяешься, как Бог. Вот и все. Теперь все на место. Выходит, поклоняться можно. Те места мы подобрали. А где нельзя, мы показали. Так же с ангелом. Это один и трожий вопрос. Дальше. Вирослав Анатольевич. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Хотел узнать, что вы думаете по поводу Белокреницкой епархии. У нас их с ошибкой Белокреницкой. С большой боку пишется. В Белокренице, Кренице. Колодец. Епархии. Две ошибки в одном предложении. Это ну явное дело, что лицо не испорчено интеллектом. Считатели их частью Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Заранее благодарю. Ну, конечно. Они вернулись к тому, как было при князе Владимире. Они бьются за первоначально. Не знаю, что тысячу лет там уже искажено и перескажено было в Греции. Но они взяли за основу князя Владимира, как приняли. Надо брать апостольское время-то. А по апостольскому, так они вообще никакие. Это настоящая церковь. У них настоящее священство. Они там в Росе идут, рукополагают. У меня близкие такие знакомые есть. Я там в Венщине. Мне это очень-очень близко знакомо. Александр Миронов. Ну вот. Это вот один и тот же? Да. Вот видишь, не поникнивый. И у меня нет. Дальше что он пишет? Мир вам, дорогой сотрудник на Ниве Божьей, Игнатий Тихонович. Как вы думаете по поводу 20 главы Откровения о тысячелетнем царстве? И что скован дракон о тысячелетах и так далее? Я на днях слушал проповедь одного брата, баптиста. И он там эту тему говорил. Ну просто не суразится. Полное противоречие и несогласованность с Писанием. Хотя цитаты все библейские. Ну вот так. Даша пишет что? Мы с вами виделись в начале 90-х. А точнее 94-97 годы Покровском. Покровский собор это главный собор в Барнауле. Ну я как бы лично не общался с вами. Но знаю вас, что вы человек евангельской истины. А те кто с Евангелем, тем не братья. И я защищаю в соцсетях от православных безбожников. Православных безбожников? Вот здорово как. Я архиепископ Сергий, патриарший экзарх, автономный православной церкви Европы, представитель патриарха Николая Дюваль в России. Ну это я не знаю и все. Ну просто ему отвечают. Вот оно как. Сектанты вообще этого не знают. Держи. Христос воскрес. Это веришь? Что-то было. На Голгофе началось старство тысячелетнее. Он связал сатану там. Евреям 2.14. И дальше простая линия идет до пришествия Христа. А вот пришествие Христа, когда придет Христос, всеобщее воскресенье будет. И здесь будет восхищение церкви, и здесь будет страшный суд. Но перед этим 3,5 года время Антихриста. И вот за 3,5 года закончится, вот сатана будет раскован. Сатана скован. Тысячелетнее старство началось, и оно вот здесь заканчивается. 3,5 года Антихрист. Время скорби. Сатана освобожден. Вот на 3,5 года. Все восхищение церкви. это двадцатая глава откровения только такое толкование все остальное ложь я уже много раз об этом говорил у нас новый завет изданный трехтомник то ну откройте там толкование на нашем сайте и вы найдете а у безбожников как вот сектанты баптисты у них вот пройдет здесь какие то тысячи лет вот сейчас кто то они воскреснут сначала праведники воскреснут бог их заберет и будет тысячелетнее царство я говорю все огрешники огрешники тут что то тут написано поле поле это мир пшеница и плевел и дождь жатвы вместе никто не разделяет жатва кончина века вот какие вам восхищения то это момент прихода христа второго у них три пришествия за церковь придет а потом судить мир где-то даже ложью нельзя назвать детские бредни даже не лошадь в лошадь и тут надо что-то вложить туда чтобы ну вот и все вот ответ как его сергий сергий ну это я не знаю истины нет у них там что александр александр ну вот александр ответ мой такой я не знаю юридически как откуда рукоположение идет и прочее но меня не интересует это автокефальная не знаю туда или нет переходил отец глеб якунин и прочее не знаю дальше что то тут кто то пишет александр русский если этот человек он сейчас ты лжет сразу начнется я их знаю уже когда только первое замечание сделаешь они взрываются я не конкретно говорю к александру может он не александр никакое вот давай дальше здравствуйте гнат тихоныч уважаемый гнат тихоныч есть мнение христианских православных научных кругах что атеизм это ложная философская концепция созданная масонскими кагалами точнее радикальным крылом масонство иллюминатами что переводится люциферяне что значит сатанисты ну когда их не было еще но тринадцатый псалом 52 сказал безумие сердце своем нет бога душа рождается безбожий каин что люцифер был какой-то нет это его отроди дьявола об этом прямо написано в священном писании а почему он восстал потому что дьявола был ну дальше масон разработали атеистическую концепцию 16 по 19 века чтобы идеологически бороться с христианством может быть и так может быть они теперь все как-то классифицировали показали луарьи там нашли маркса подвигнули к этому вы христианских монархических государствах до которые существовали в европе и в россии до одна тысяча девятьсот семнадцатого года но еще они эти материализм научный материализм тут вполне может быть но саму по себе изыщество то сразу завернулось и мы считаем ветхом завете постоянно борьба была с изыществом более того вся ненависть атеистического учения очень сильно похожа на учение талмудических оккультных кругов слава иисусу христу и вся символика антихристианская оккультная банальные современные атеисты это де-факто культовые синкретические гедонистические оккультные сегодня безбожник утробное животное что по природе знает как бессловесное животное тем расстревает себя об этом иуда сказал апостол акультные и атеисты которые сегодня никакие они никогда не были то одни ему жжет ему нажирать и где-то сблудить сварабать и лежать на диване и щелкать там смотреть не политические адепты нью-эйджа еще более того атеизм это вера точнее это суеверие ущербных в винегретных примитивных верующих кавычках слепые бредовые идеи внушенные сатаною пятой и свет во тьме светит и тьма не объяла его пусто не надо считать это время нету вера тогда когда есть что то будущее за видимо безphere к ничего нет никакой веры нет а зачем верить-то вера там что такое осуществление ожидаемому ожидаемо то ничего нету могила лопух и все нету веры и уверенность в невидимо в невидимо за гробом за гробом невидимое а у отеистам ничего нет какая-то Bam придумали это все говорят я знаю откуда идет это россию раз об другие next 2x это тоже верующие только верят и что да не верят они ниво что нет это уверенность а какая уверенность когда у него нет вера если бы у него будут вот мусульмане верят они верят то будет рай у него гурии будут они обновляться будут у него там их 40 будет на одну ночь ну то есть блуд один что в раю то будет я не знаю гурии которые а по немецки гурая проститутка означает имеет эта связь какая немецкий с еврейским языком как-то близкие вот ролики великие люди верю бога вот у меня есть это я знаю уроки осипов вставляет 3 4 5 видите сколько он подцепил их это кто 8 часов 43 минуты полемика с атеизмом избранная кто это неизвестно ну ладно дальше еще тут 10 часов 47 минут ну не буду же 10 15 18 мне это не надо ничего так что я это ничего не считаю но если я замечу что лукавство я щелкну все материалы будут убраны все сразу тут уже много еще ставил александр я никогда не знаю кому обращаться то никого нету мне это не подходит все тебе уважаем это меня ты знаешь как-то меня уважать меня не можешь потому что я другого духа игнати уважаем и меня уважать уважает если только тот кто должна со мной единомысленный где-то вот такие материалы ставят ясно дело что я их смотреть не буду мне это не надо ну все наверное ну и дальше наш православный видеоканал вот он какой вот здесь если мы щелкнем вот здесь главное написано главное это тут идут тогда наше видео на каждый день видео жития святых вот они идут вот они видите как на каждый день добрый человек один начитано мной в восьмидесятых годах полное жития святых 1173 биографии и на них уже ответил я это у нас где-то больше ста роликов стоит объяснение то есть во свете библии рассмотреть жития святых во свете библии таких материалов нет мировой сети и не будет и не будет нету просто нету я считаю так и пока это все на практике доказывает жития святых 12 томов да еще два тома 2 3 том настольной книги священнослужителя там 174 жития которые не вошли в димития ростовского и рассмотреть во свете библии все поступки десятка в жизни не хватит я например эту тему разработала я знаю то и другое почти так что как перед глазами я вижу вижу сейчас выставили синодальный перевод и рядом как гигзапла оригена в 6 столбцов показывает на каком языке и сразу видно где разночтение гигзапла так и это ну вот и все на этом но дальше что вот который мы сегодня начнем вопросы ответы я думаю так что вот такие ответы дать сегодня пока таких людей не нету просто если есть выйдите чтобы я знал чтобы он принимал за святыню за истину святую библии 77 книг все каноны все каноны нужно знать и видеть во свете библии это 719 жития святых 1173 помнить знать и вставлять и труды святых отцов 300 томов вот тогда такие ответы получатся если ты в это веришь есть опыт жизни все на этом сегодня да